Потому что основная проблема заключается в том, что человек куда-то бежит от своей жизни все время, бежит от своей судьбы, он хочет что-то другого, ему не хочу здесь, не хочу Минска, хочу Европу или Россию, есть два варианта хочу, или Европу, или Россию, но не Минск. Интересно строится судьба вообще у перебежчиков, вот смотрите, судьба она всегда идет волнами, вот так вот, волнами, и когда на низу волны человек, он сбегает куда? В ту страну, где наверху волны, а оттуда он куда-откуда сбежал, постепенно становится лучше, потому что было же внизу, он сбежал, становится лучше, а туда, куда он сбежал, становится хуже. Да в Европе не может быть хуже, Олег Геннадьевич, там всегда только лучше, понимаете? Я не понимаю, я знаю, что везде всегда волнами идет, вот сейчас в Европе становится хуже, а в Беларуси лучше. Да не может быть, может быть. Вот туда все посбегали, сейчас там будет хуже, становится уже пошло. Когда уже совсем плохо станет, они сбегут туда, где на высоте уже, и опять там будет становиться хуже. Это проклятые люди, понимаете? Они все время будут сбегать туда, где на высоте, и будет всегда становиться хуже. А если человек переждал, то становится лучше уже. Человек же не может сбежать туда, куда хуже, это же безумие. Он сбегает туда, куда лучше всегда, а там всегда хуже становится. Так лучше остаться, понимаете? Остаться там, где ты есть. И в своей семье, допустим, ты сбегаешь там лучше, да? Опять будет хуже. Вот я поженилась с ним, я сбежала, а что-то опять хуже, Олег Геннадьевич. Потом нового, опять хуже, и опять хуже, и что-то никак лучше не станет. Да ты потерпи. Прими судьбу, и тогда станет лучше. Некоторые ломаются люди, психически ломаются и живут в прошлом уже. У них их жизнь, их сила внутренняя, память, память, она связана с судьбой. Память в прошлое тянет. Он говорит, я не хочу там больше это все повспоминать, не хочу. Назад меня давай, я хочу жить. Нет, прошлое. Память заставляет в прошлое. Говорит, я не хочу об этом больше помнить. Нет, помни. Почему так происходит? Потому что человек верил в другого человека. Он верил в человека, а надо в Бога верить.